итак фамилии то все знакомые когда-нибудь тут появится фамилия министра сельского хозяйства или науки и высшего образования может даже Минпрос может даже из Роспотребсоюза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и прочих надзоров я бы им помог знаете как я бы им помог им эта помощь не нужна я вам тогда рассказывал извините еще отвлекся ролик базар сидит таджичка ну может узбечка русский базар советский русский сотни саженцев естественно что Узбекистан или Саджикистан подходит солидный дядя ему бы за трактором ему бы дать лопату руки то хоть как это мастерок чтобы это вот это такой солидный дядя с погонами садится по хозяйски и начинает протокол составлять а человек снимает сейчас же знаете как это просто снимает я только не помню там слово надзор а какой их же много надзор вот я уже рассказывал однажды эту историю ролик снимает ну сейчас же бесполезно от нас не скройся вот никакой чиновник вот он заполняет 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 штраф пописывает 300 рублей вот все сделал выпал и ушел она стала торговать саженцами вот и все вот это весь надзор так теперь мы смотрим что у нас есть это привет Алексея Винограду чтобы я без вас делал вы один из тех от кого зависит будущее садоводство потому что только вы такие как вы помогаете тайны раскрывать ну ладно всех я почитать не смог давайте теперь по порядку кстати вот нет все таки не успокоился вот Лариса Андреевна да замечательные ученые замечательные совести с фанатиками с тех которые это ведь это же надо выращивать сады в монастырях хорошо там пригляды и все не украдут это была идея самая великолепнейшая идея вот так замечательно если бы конечно отучить их ведь можно же как сказать Бог сделал такое дерево и вот у него такая крона ничего делать не надо ведь Бог создавал это же монастырь а если человек берет монашка и начинает резать ветки это что это грех страшный она этого не знает а ее научат так вот я когда понял что пожалуй знаете о чем вот уже меня ребрик знал не зря же 10 лет назад он сидел на моем семинаре единственный из настоящих журналистов да вот но почему бы это же Наталья Андреевна ой Лариса Андреевна не это не 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 в среднюю Азию ехать так где-то таджичка не 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 за этим почему не в Сибирь ведь знала же знала ну что здесь какое-то унижение попасть железу подружиться с ним распейте извините я уж так прямо говорю бутылку вот сейчас кто из них кто из женщин не пьет вот да и меня тут же тут сразу душа на распашку все бери тебе бери все и потом последний момент знаете такая моя слабенькая ну вы там знаете как первая фамилия ваша а там пойдет длинный список ваших руководить так всегда бывает а в конце железа и не просто а в скобках фермер я же настоящий фермер у меня документы есть я до сих пор могу печать поставить и пойди проверить что это неправда вот фермер вот что солидно звучит в наше время вот и все и мы бы таких бы дел понаворотили сколько мы бы сняли фильмы сколько мы вместе сколько мы бы садов вырастили там до меня только это какая для меня это была такая честь что сама лариса андреевна сама меня в компанию позвала все выдадал душа в натура такая знаете посмотрите этот самый фильм или роман беспредельница вы поймете из каковских я давайте это у меня душа немножко наболела вот только сибирь пока так ну что брат привет слушай это позвони мне пожалуйста вечерком у меня есть одна идея вот потом поговорим я все забывайте позвонить ты как компьютерщик тоже можешь мне здорово пригодится здесь не буду говорить доброго дня сергей пришел работать mail разберемся не знаю посмотрим я с ним недавно переписывался а сергей если вы про сергей железо до времени у кого вечер самара ссылка на конспекты лекции вот так это не ко мне так антону просьба доценка еще в нашим казахстан сколько наших траве опять казахстан волок да это везде где это вологодский абрикос вы же знаете друзья ведь был 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 угробили то чем та же самая гненья корню шейки все ну и плюс веток много это ж надо же угробить целый уже не сорта образец не клон как у меня не форма есть такое название научно вот сорт сорт вологодский абрикос уничтожили ведь сейчас похватились искать давай так же как этот аппорт алматинский в казахстане искать русских папках поехали оттуда евреи поехали украинцы оттуда поехали вот немцы оттуда поехали и и все и аппорт не за собой везли а просто исчез как это как как родину потерял сейчас надо чернобаева обращаться или железа запортом так вот слово волок да мне сразу шерсть дыба угробить такой сорта уникальный пусть не не шедевр пусть это как бы автомобиль жигуль надежный все а сейчас по новому вон рядом с волок да это же самый костромская область далеко ли от волок да там пожалуйста надо было железу своему брату выслать косых и чтобы там все с нуля начинать а то скоро там нету этих научек вчерденье что ли вы спросите у них девок абрикосы не ускажут какие абрикосы так здравствуйте века по поводу капельного полива не упрек кордион шерпива положительно отзывается о нем да и дождеванием не просто полить большие площади я смотрите сразу скажу что такое капельный полив представим себе я не спорю с курдюмом я сам сам принципе капельный полив придумал не курдюма поэтому данном случае давайте просто не будем вспоминать его фамилию капельный полив стал одним из прибыльных изобретений вот то есть ко мне звонили не раз не два и говорили мы предлагаем систему капельного полива ну просто не потому что я железа потому что ну где-то ну каких-то там этих где там садоводы садоводы и там и железа мелькает вот нашли электронный адрес написали вы нашли телефон позвонили вот и капельный я говорю я капельный полив вас не куплю теперь объясняю вам почему плохо один раз меня выслушали но это не значит что они перестали продавать женщина такая а знаете вот интересно есть такие торговцы торгаши они же не говорят не обижаются когда говоришь вы что продаете то что это от вреда больше пользуются они все равно вежели все равно выслушали то вы что да как да почему я расслабляюсь и начинаем объяснять и вам объясняю вопрос серьезнейший капельный полив это означает что надо рассчитать точно сколько уже дерево рассчитать не возможно это первое можно принципе и исходить из того что если вода вреда не приносит то пусть даже копать 10 раз больше чем полагается дереву не забывайте что это же вам не это не оранжерея не теплица с неба не капает это это или проливные дожди или засуха дико вот попробуй рассчитай но дело даже не в этом подземная жизнь она настроена именно на то что мы называем естественные процессы это засуха это дождь и все что между засухой и дождем вот для меня важнейший элемент это потом мы будем проходить я все не успокоюсь пока этих не это самое не не попинаю этих дебильных этих передачах где они уничтожали муравейник с дикой злобой вот дело в том что муравьи зная когда будет дождь они лучше нас знают мы ошибаемся да дождь мы поехали остались дома дождя не было мы наоборот получилось так что мы решили отдохнуть в лес а тут же дождь испортил нам все а муравьи все знают заранее это часть природы и они герметизируют свои эти жилища потом опять открывает герметизирует открывать вот и так все под землей творится исходя из природных факторов а капельный полив это не природный фактор вот здесь капает здесь это конечно до корней доходит корни пьют а дерево это система жизнеобеспечения гигантского количества его симбиозом слово симбиоз вы знаете это не просто что тут же рядом плевал у дереву на то что ту же рядом дохнут от этого от засухи бактерии дохнут от засухи грибы а гриб это поставщик его величество дерево понимаете гриб главный поставщик его величество дерева еще раз гриб главный по сути а ему не капли не попало а если засуха понимаете искусство догоняйте о чем вот это коротко то есть а дальше причем тут курдюму когда вся система направлена то чтобы выкачать с вас деньги чтобы все этого настроить в систему вот а для этого нужно все вы сказать чего для этого не нужно и все только потому что вам теперь это на кнопку нажали шланг от самой кран открыли еще теперь все сама происходит во-первых не так уж и само попробуйте приспособьтесь к под эти самые есть дождь нет дождя вот дерево страдает от того что его симпионты остаются без влаги буквально представляете середина лета засуха дикая вот тут-то и надо вот полив по железу вот это вот распыление это точно так же ну включил ты насос да большие площади а я не собираюсь вам говорить чтобы у нас вообще промышленных садов ересь дичайшая ребята у нас стране промышленных садов не должно быть ни одного вспоминаем про 40 обработок а иначе нельзя они иначе даже просто не могут не умеют у нас сплошная не кодица вот у нас яблоко такое тут же такое это я хвастаюсь вот эти вот сам вот антонов когда и тут же рядом висит такая же вот такая так а как продаж а у них калиброван а они это у них у них они не дешевые кстати у нас достаточно дерево посадить немножко подождать она будет служить плодоносить потому что вы его не калечите об этом еще пока не знает ни наука ни промышленное садоводство не знает а я говорю только за дачные сады какие дальше сады площадь мы уже забыли 4 соточников 6 соточников забыли это большинство из нас или как это у нас 30 соток но мне отдают 10 ну извините 10 соток это 80 деревьев если так посадить так более-менее ну так примерно я это точно не скажу 100 деревьев если погуще вот 8 100 деревьев до 10 сотка что трудно палить когда шланг прокинул так несколько стоек я показывал фотографии вот пол сотки все вот теперь выбирайте а я по-другому не могу опять руками махал всем добрый вечер на помощь как правильно посадить привитые саженцы сливы абрикоса и персика регион мордовия интересует посадка персика можно еще сажать или сохранить до весны тогда вопрос как сохранить мордовия сейчас еще не зима и до зимы еще надо месяц ждать первый снег и тоже не зима спокойно садите но при условии что вы будете его укрывать дело в том что ваш персик если вы случайно купили у железово сергея вот посаженный весной может не вообще не подходить и он вас никогда не замерз но осенью а он же искалечен он выкопан выдран из земли наглую у него половина кроны срезанность от железовский да вот он не успевает толком напиться воды у него нет центральный корень поневоле обрублен а чем ниже в зиму там тем более жесток более жесткая вода значит менее замерзаемая это школьный курс то есть со школы я помню так вот получается что укрывать укрывать можно по-разному к это тут я нашел кровать мы еще за час не хотим в принципе если получалось что вот сейчас надо уже есть куда деваться может здорово купили южный персик за может быть такое вот даже северный питомник может и вырастить персик а нет он не может вырастить персик у него надо где-то брать черенки а у него персикового сада нет и быть не может то есть если это не железовский среде то есть южный вот тут укрывать будете все оставшиеся отрезали верхнюю пану кроны так значит есть варианты укрытия на любое укрытие это обязательно мыши уже проблема вот уже проблема если исключить мыши и то есть не думать о них тогда получается засыпать снегом но тогда надо ой опять-то рассказывать надо полчаса в общем вы поняли если осенью уже посадили то придется именно персик укрывать другие там упомянули сливы абрикосы для мордовии если они выращены из питомников северных я все что кроме ну вот по линии москва ли пистам там бо вот южный враг это я называю северные то они не должны замерзнуть даже осенью посажены тем более в мордовии в общем как теперь как сохранить если допустим уже а как бывает я же отвечаю не только вам мордови если по севернее по восточнее места там еще холоднее прикоп прикоп а что поделать ну прикоп такой чтобы там не плавала вода вы понимаете что я видел схемы разные самое подлое это когда вот уровень земли саженец на бочок понятно закрывает до половины кроны по кроны понятно уже не замерзнет но получается что вот это вот фактически колодец всех выпал растаял и он мокрый они всю зиму там мокроте и как-то умудрится чтобы он был все-таки посажен на бочок вот так но сделать так чтобы он был как бы не небольшом основа и на небольшом холме холм сразу высыхает упал снег вернулся дождь и он раз и самое сухое место это как раз холм где находятся корни и основание штампа вот вот так и все еще посадка по железу но это целая наука сейчас даже боюсь заикаться вот так тюмень господи занесу же вас но гневое сердце из дерева которая там где нет на розы или нет дело в том что как сказать мы не знаем что творится в дикоросов в лесу так об этом знают те самые лесорубы и еще интернет в котором есть тысячи тысячи фотографий они так же как мы они не сразу умирает они начинают умирать может на десятый год на двадцатый если их не подойдет ним лесоруб они когда-то все равно умрут и начинается изнутри ничего особенно да гнилые да даже у дикоросов дикоросы пересаженные это мученики корни пересадки рубятся крона не трогается они у них человек короче помните раздавленные машины это все и касается так но это опять дикоросы а вы сравнили деревья которые растут там где нет морозов там где нет морозов все равно у каждого дерева есть свой крайний век и потом смотрите морозы до минус 20 а дерево держит минус 30 но все равно же мороз так же все равно где-то закупорила эти самые проводные эти сосуды у них такие сосуды как у нас только у нас есть сосудистый хирург у нас и сосудистый терапевт вас и сосудистая наука а у них нихрена нет она также это самое проходит время не поступает верхнюю часть сил не хватает и начинает отмирание вот и все общее понятие всем привет иркутск так абрикос на фото ховой молодцы ребята алексей алексей поздравляю ты конечно абрикос на фото так колесникова настя ну ну дайте я вас тоже поцелую конечно абрикос вот а ведь я я это я высмеял буквально то есть понадергал фотографии с одного места эти самые термины с 19 века уже уже во времена мичурина и уже этот термин не применяли так же вот а уж слово помет уже забыли с сих пор как у нас уничтожили сельское хозяйство нет сельское хозяйство нет крестьян нет помета ясно что это стали старинная этот самый информация так анастасия какая вы умница это был не персик это был абрикос так количество участков приближается к зимнему уровню это радует не понял так участник а ну все равно что я скажу через неделю-две будет 500 даже может и меньше вот ничего меня не радует потому что это знаете как вот вы сами затронуете тему галкин сад 370 тысяч подписчиков посмотрела мой первый фильм допустим 5000 так грубо второй замачиваю название 7000 и больше все то есть там уже она уходит там в артень эти там появляется новое 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 там на разные темы я их понимаю и везде 2000 3000 вот потом у меня следующая в лотере потом полторы все понимаете то есть получается как там народу много но они не садоводы им это неинтересно вот все что мы говорим им неинтересно садоводы это избранный поэтому я вот это мы с антон валютчик вот культивируем вот этот вот именно канал и как он там называется вот почему потому что здесь один из тысячи но он понимает так ну посмотрим что будет дальше так немного по теории наслоение менткой а чё будет сейчас сейчас половина отключится ай вы это вы не отключитесь на отлодке слива за сезон вырос полутораметровый просто абрикос привыка сделана высоко так я читал вы мне в этом письме было так что же мне сказать так как же мне пропустить потом с вами отдельно разобраться вот испортил я вас испортил я вас давайте я пропущу потом мы с вами поговорим наверное по телефону пусть я потрачу свои деньги пусть я потрачу частно на телефонный разговор дело в том что вы понимаете так редчайший случай когда все с одной стороны так с другой стороны теперь вот так вот сделаем с одной стороны с другой теперь вот так с одной стороны с другой а самое главное что все что мы сделаем мы добьемся новых клонов ничего сохранить не сможем понимаете вот абрикос и слива это два разных вида вот я и ел чистые настоящие гибрид сливы с абрикосом правда как они умудрились это сделать семечкой трудно а я же не знаю кто это родитель этого сорта вот у меня сохранилась бумажная фотография там меня они встречают а я такой авторитет был это в сизой деревне меня встречает пожилой ему женой у них на подносе лежат гибридные абрикосы со сливой я ем понимаете почему это и сейчас поймете я ем попробовал все они смотрят на меня глаза заглядывают а вы не знаете что было это при это был предел вот есть таки я издали опять есть такое как ее называть алтайская селекция я уже боюсь даже называть и так врагов нажил вот называть институт по горошам алтайская селекция красивая крупная невкусная вот так в эти самые дальше еще таких несколько примеров полу эти каких потом они мне показывают колновитки да красивая к этой баргузины все но они же замерзшие все они смотрят мне в глаза я должен хвалить и наконец вот они меня встретили как авторитет и вот у них у меня есть такая фотография только бумажная на подносе лежат абрикосы а я когда приехал а их уже не было на дереве а они были на подносе и я попробовал я киваю меня когда-то немцы научили и шведы они пускали советский алюминиевый завод я такого я не знал до этого они все время улыбаются они все время соглашаются они никогда не спорят вы представляете я тогда понял почему они отличаются от нас величайшая вежливость видите они в этом нашем бардаке я еще думаю это как они еще представьте какое мнение о нас осталось это был такой бардак к припуске а тут они такие а здесь а я научился я улыбаюсь вот так знаете это как уже почти как японец они они не вкусные гибриды абрикосов слива они не должны быть вкусные понимаете и не должны быть вот другое дело что как было по младислав 20 лет я бы сказал ну делайте это может быть там наверху сменится власть и может быть такие как вы нужны будете стране почему потому что это можно делать так чтобы из двух кусок сделать еще вкуснее вот но это не просто она потом теряется эти качества под них специально сделать отвор специально привой надо делать и работе тут же надо с подвоями делать а потом знаете кого нет я боюсь дальше говорить я надеюсь вы не поняли почему я вот так ответил а кому интересно тут потом специально просчет вон у нас вот среди вас этих чего там зеленые фамилии среди вас такие есть умные что я иногда теряюсь а я пока учитывая что надо ну скажем на землю вернуться так проблема абрикосов из косточек не режем выросли большие отвалятся огромными ветками сердце кровью обливать так семена влюбил где вы живете почему у вас ветки отваливаются я ни разу в жизни не видел чтобы ветки отваливаются только от урожая может быть и вас от урожая здесь совершенно непонятно извините если урожая то пусть обливается какой крайний срок посадки осенью ваших персиков если у меня спрашиваете то принципе в любое время вплоть до самых морозов любое время почему если садишь как как сказать на время то прикоп я рассказывал если на постоянное место у меня специально фотографии посадил нагреб почти до верхушки земли все там и не сопреет там и не замерзнет весной землю отгреб надеюсь видно меня руки отгреб а она оказывается когда все полностью лишний отгреб все таки на холме и на постоянном месте и с первых лучами солнца захватывает все лет а не то что вы это как учат садите в мае на юге в мае когда уже в сибири деревья цветут так так сообщение не видно внизу раньше было нормально так вопрос не ко мне пробовала привязывать ветки которая отщелкивается центральной ствола не приростно все равно отваливается так давай тогда по-другому где-то вы абрикосы откуда железовские или просто абрикосы если просто абрикосы то это нормально что гибнет если железовские надо искать причину так заказывал бы семян сажать некуда уже на поселок перебрался высадил аллею абрикосов груши правда со скрипом дела идут мало того что сельцы гибнут по естественным причинам пересыхают так еще вандалы даже им кстати на барьеры а вообще собираюсь пролететь свой поселок в сад ну желаю вам удачи так Александр даром не смогу пол сыны за любое семечко все что могу обещать если вы не остановитесь мой земляк кузнецов содержит сад где растут деревья с грибами подопилась мульчой если вы про кузнецов за два ночи я преклоняюсь перед ним Ивар привет вы говорили что типа дички в прошлом были культурными как о культуре дикие плодовые деревья вот сами подумайте можно да но не так просто понимаете в чем дело миллионы лет дичали миллионы почему если у тебя есть хоть капелька культурности ты просто погибал ледникового периода никто не отменял так ведь и у них появилось вот это свойство или умереть или дичать до конца до предела вот мой пример откуда я знал вот смотрите 200 200 только один пример что я не болтаю как я могу на этом остановиться а что получилось я у Чернышева и Саратова моего друга ученого всегда подчеркиваю да ученые это такая редкость чтобы дружить со мной выписал 200 семян они почти все проросли и попали все тогда тогда они до них был остров и такой рассадил такой грядкой густо густо вот почему так и они растут там на 2-3 квадратных метрах никому не мешает и забыты ну единственное там прополоть немножко высыпать траву чтоб не мешало проходит год зима раз полу снег все что выше снега мертво а некоторые замерзли совсем второй год раз почти все большая часть мёрзли вообще замерзли хоть худо-бедно снег это вот столько бывало вот столько зима небеснежная но некоторые живы осталось десять я их это самое довожу до плодоношения пять мужских не плодоносят пять женских вот такие вот все вы поняли у меня а они же вообще-таки саратова а у него там были они культурные достаточно было попасть в Сибирь пережить 2-3 зимы плюс естественный отбор вот и все а теперь как его они уже дитя как им вернули те которые вы жили плюс одичали дальше у них чтобы не погибнуть проснулись качество именно дикарей как теперь вернуть нет я вам рассказывал извините сейчас не буду можно но это придется привать 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 так и вот это умнейший мужик вот он гугушкин владислав посмотрите он же не просто так все спрашивает он же целую эту программу составил а видели вот потом отдельно с ними разбирать силен с вами он может следующий за мной будет в этом самом любительском садоводстве только получится эти сливовый абрикосы сливы так теперь оккультуривать дикие вам не надо смысл нет все это есть у меня допустим саду плюс прилегающие лес плюс прилегающие заброшенные сады плюс сады моих друзей которые расползлись мы эти вот так плюс парочка садов одичавших полностью которые были колхозными все это вместе уникальней шест это а все это пережило деток сорокарадцев морозы а десятки если брать что советская власть сколько профессионал десятки сорокарадцев морозов все это можно было поставить на благо всей россии никого не надо а мне обидно страшно потому что не надо если у меня есть вот помните мой каталог одичавшие ранетки 10 рублей плодик а там 5 штук то есть 2 рубля семечка грубо значит не разоритесь а культуренная сибирка она чуть 2 раза больше чем вот этот дикарь который вообще как булавочная головка дикарь она 2 раза больше и даже напоминает культурную хотя она вот такая как вот эти ногти она напоминает яблочки я вам показывал не раз на них стопроцентная приживаемость вот этих вот 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 видите вот вот специально показываю не специально так вышло стопроцентная приживаемость на кой черт вам оккультуривание вы поняли я долго говорил а последняя фраза на кой черт оккультуривать этих дикарей мы все проделали эту работу не только за вас а за науку дело в том что возвращаться не буду у Ларисы Андреевны я не стал уже ну уже к слову пришлось специально пропустил что я буду продолжать скрещивать и высевать абрикосы вот этого когда нибудь наука в ее лице и плюс ее руководители плюс академат поймут ничего этого не надо делать вообще деньги на ветер годы на ветер десятки лет на ветер все это проблемы готовые берите какие сады могут быть в этих я вам показывал этот сад с этими научные там в Челябинске вот с такими абрикосами вот я не привлечу показывал же вы понимаете что все для вас готово все у вас этот тележка самодвижущая с рамой и ногами от земли отталкиваются а у вас Мерседесы причем вот тут сколько людей вот из этих вот у которых уже эти Мерседесы есть потом специально покажу папку какой там черт его окультуривать не надо ничего окультуривать но это мое мнение пожалуйста окультуривайте это только чтобы доказать что а я бы богоискателям предложил окультуривайте и докажите что все началось с культурных растений вот так вот еще можно так это лето было засушливой свои полгазом усилились поливать все семья в шестером бедрами леками и дождеванием стояли таки молодой сад из ваших медлогов не каждый год так бывает еще годик два и ничего вообще поливать не будет так некоторые садоводы вас смотрят на ютубе ну надеюсь так железо утверждает что в прошлом деревья были культурные а со сменой климата одичали но в генах сохранились культурные значит их можно вернуть ну правильно а это опять вот можно вернуть но другое дело что и уже вы знаете большинство тех когда я вам покажу эту роскошь вот эту вот но они же не были такими неважно от урожая многое зависит маленький урожай крупнее крупный урожай мельче но не были такими одно поколение крупнее второе поколение еще третьим мичуринский абрикос у меня на какой то он сейчас второе место держит по крупности абрикос он так и называется абрикос мичуринский он всегда был ну как такой знаете не то что заворядный но 30 грамм 30 грамм 30 грамм 30 грамм каждый год 30 грамм хоть там 3 штуки висело хоть 3 ведра одно дерево не размножал для коллекции как же у меня мичуринский есть а у вас есть мичуринский а ухо а ухо уже есть вот последний год Елена Александровна на сравнении среди со 100 грамм все эти самые ну у меня есть фотографии я же не выдумываю есть фильмы сразу за 100 грамм и что я должен думать а сколько я мичурин говорю вы понимаете что селекция направленная на выращивание семян и скрещивание это не оккультуривание это есть отличание я говорю прекратите ученые этим заниматься искренне говорю и когда-то так и будет нельзя чтобы всю жизнь вот так продолжалась до бесконечности только прививки только дерево попадает или на юг или север на юг или условия юга создаются на подвое когда он не начинает воевать с привоем и не начинает уничтожать привой понимаете не уничтожать и только оно уселось так удобно знаете как вы в кресло сели мягко и выраст и тогда только ваши качества лучшие это как женщина одно дело когда она шпалы носит а другое дело когда она это самое я не говорю самое крайне какие то случаи а просто нормально питается нормально одевается еще макияж а это тоже немаловажно и она расцветает но для этого нужно условия деревья как женщины да и вот когда дерево уселось как мы сели в мягкое кресло вот и больше не сидите на нарах когда-то у нас это самое я ну как сказать ну ладно все поехали дальше вы уже в принципе поняли что я хотел сказать вот так ветки отваливаются еще без урожая алтайский край посажен откуда дровички то скажите абрикосы железа вот так отваливаются еще без урожая слово отваливаются для меня вот как сказать я видел тысячи деревьев в своем саду вырастил тысячи я видел в других садах я не собираюсь там допустим оправдываться что это я просто не понимаю вы сказали вы пишите ветки отваливаются урожая еще не было так бывает ветки ломаются под огромным снегом это неизбежно они не признают абрикос из из полупустыни его родина полупустыни или горы там некому его ломать попали в наши эти Тюменскую Томскую и прочие областях 2-3 метра снега с ужасом не писали вот ломают вот но это неизбежно это так сказать нечего было абрикосом тут делать а вот просто вот взял и ветки отвалились этот термин мне не знаком надо было напишать мне а надо было приложить фотографии вы знаете что сейчас делается видно от невидно вот смотрите вот у меня вот здесь Вот здесь вот подряд идут вот они фотографии 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 И за каждой фотографией стоит вопрос И вот По листьям можно сказать Пожалуйста, я вас также очень прошу Так, очень вас прошу Куда я сейчас залез Теперь мне надо обратно добраться до вас Эх, вылез, это я вылез А вот есть, наверное Так вот, я вас прошу, давайте разбираться Почему у вас отваливаются ветки Даже не представляю Я в жизни не видел ни одной отвалившейся ветки Их сломать очень сложно Давайте или здесь что-нибудь напишите Так, фамилия Семенова Жду Пока еще не закончил разговор Птицы садятся на ветки А надежда это совсем другая Так, стоит ли примотать ветки на зиму Ветки, птицы на ветке И ломают, опять не понимаю Для меня сейчас самое главное Увидеть ваши фотографии Но миллионы лет назад Сорта были, которых сейчас нет До одичания Интересно было бы узнать, какие они были Ну, басни ходят Легенды ходят Былины ходят Вот Дело в том, что никаких миллионов лет назад Не было Вот в чем дело Как это получилось Какой момент у нас вся наука Историческая наука Географическая наука Климатология Этот самый Почеловедение Зашло в тупик Буквально Десятки тысяч лет Дальше не было почвы И значит Все остальное Как бы сказать-то Вот Сейчас В общем Смотрите Вот вы допустим Строите дом Да Строили, строили, строили Он не понравился Вы его сломали Построили второй На земле таких периодов было много А последний период Он был совсем короткий Он фактически совпадает с библейским Последний период Он совпадает с библейским Все, что было до него Мы не знаем Вы пишите про миллионы И никогда не узнаем А библейский период почва-то появилась-то И наука же Она как? С одной стороны Говорят О, у нас был Тимирязев О, у нас был этот самый Полежаев Вот О, у нас был этот самый Докучаев А они же фактически безбожники А с одной стороны То есть иначе не выживешь Чуть у них партию надо вступить Вот Церкви взрывали при их жизни А с другой стороны Он же пишет Для умных людей Там сантиметра два Почва появлялась за тысячу лет А вся почва-то Несколько сантиметров Ну, метр Ну, хорошо Полтора А дальше-то ее нету А дальше глина Читаем Что такое глина Глина-это Переработанная природой Не природой Как сказать-то Осадочная порода Это самое Сейчас Скальная порода То есть была скала Камень Жизнью не пахло Оно стало глиной Выше вот такой слой Все, нету Где была земля Это противоречие Неразрешимое Но оно дает шанс Богословам говорить Все-таки Библия-то не такая уж Это самое Как многие считают Что это Сбор Ну, нереально Она-то наоборот Реальная Почитайте это По-человечению А значит Не так давно И появились деревья На земле Точно 100% Человек чужой Вот это действительно Точно Вот это он чужой Ну что Заканчиваем Так Ветские вырастают Круг И под тяжестью Кроны Отваливаются Остановить не можем Привязал У меня Под тяжестью Абрикосов А некоторые деревья Дают от нескольких ветер До десятка ветер Так Отваливались Это такая редкость Но чтобы ветки Без Плодов И без Мокрого Тяжелого снега Отваливались Что-то тут не то Если бы Вот это не написали Для меня такой проблем Вообще бы не существовал Что-то не то Даже на шутку похож Давайте фотографии Будем разбираться Сам бы приехал Если бы мне кто-нибудь Эти командировки Оплачивал Так Городничин Пишет Семенова Пишет Семенова Это Надеюсь Сейчас прояснит Как у него ветка Отваливаются Все подождем Подождем Я люблю Я люблю Такие загадки Помните Про эту загадку Не пересаженные Погибли А пересаженные Скориченные Все живы Ну как Какова загадка Но отгадать Загадку Почему ветки Отваливаются Помните Как в этом мультфильме Вот И шерсть Что-то там Это И И хвост Отваливаются Пусти Как в том мультфильме Так Ветка Растает Крупная Отваливаются А ну это Мы читали Ствол один Городничин Пишет Да Давненько Это Меня в тупик Не ставили У меня практически На каждый вопрос Был ответ А у меня сейчас Нет ответа Ветка Отваливается Она даже Когда сухие Их черта Отломаешь На них Можно лазить На дерево По этим веткам И никогда Не отломается Но это Я же не только За свой сад Говорю На Украине Я не лазил По этим По абрикосам Деревам По черешням Целыми днями Сидим Жарем Правда Весу тогда Во мне было Килограмм Так 20-30 Но это не значит Что я Это самое Что Я ни разу Ни одну ветку Не сломал В жизни А под собственной Тяжестью Ветер сильный Скорее всего Из-за ветра Не Невозможно Почему они Хрупкие Почему они Хрупкие Так Ну Давайте так Народу Почему-то Не убывают А прибывают Ну Кому не интересно Дальше Отключайтесь Ребята Время позднее В Сибири Уже давно Спать Хора А я Все-таки Дождусь Спасибо За вебинар Вот Вот за это Пожалуйста Потому что Я этим Живу Вот Когда То что я Увидел Три-четыре Дня назад Как они Со злобы Дичайшей Уничтожали Такой яд Попротив И крупным Планом Показывали Муравьё Вот этих Что они Творили И ладно Бо они Были Действительно И один Термин Клюв Разносят А если За ними Этот Самый Генетики Придумают Они же Для них Алтарит Они кандидаты Наук Для меня Они дурочки Но они Кандидаты Наук Представляете Что будет Если Это Ведь Смотрите Не могу Остановиться Ведь Когда-то Придумали То ли Бесполых Муравьё Выращивают То ли Нет То ли Бесполых Комаров То ещё Кого-то Они не Могли Не могли Спариваться И у них Количество Снизилось Вы представляете Если Муравьё Уничтожить Или даже Сократить Все Хана Жизни На земле У нас Вся Жизнь Держится Только На пчелах Которых Мы Травить Начали А травите Вы Вот Эти Вот Которые Не знают Что Бесполезно Что Деревья Нельзя Опрыскивать От Этих От Грибок Бесполезно Уничтожает Всё Вокруг Пчёл И ещё Теперь Муравьё Осталось Уничтожить И всё И нас Не надо Атомной Бомбы Не надо Это страшнее Атомной Бомбы Извините Опять Разволновался Я Потом Вам Покажу Это Самое Это Видео Хочу Чтобы У Это Таких Кто Ненавидит Эту Самую Эту Бездарь Эту Безграмотность Побольше Было Так Хрупкие Молодые Прирос Саму Верха Не успели Одревеснеть Видимо Так Как Ничего Понятного Было Для всех Незнакомого Понятия Хоть Одно Жизнь Отломанное Эту Хоть Одно Отломанное Веское Ну Верю Что Вы Пишите А Может То есть Вы Тоже Догадываетесь Это Предположение Ирина Тараканов А Тараканов Да Тараканов Выявили Не Этим У Меня Есть Сво Это Как Когда Появилась ГМО Знаете Что такое Генометизированные Продукты Вот Они Предназначены Чтобы Нас Уничтожили Потому Что Вы же Знаете Прекрасно Любой Академик Который Выдумал Это ГМО Ну Там Придумал Конкретно Я уж Не говорю Про Сою Про Что Угодно Вот Он Свои Детей Кормить Не Будет Вы же Понимаете И Президент Не Будет Своих Кормить Так же И Министр Не Будет Согласна Вот А Тараканы Они У нас С ним Общий Стол Вспомните Самые Страшные Годы Когда Их Нельзя Было Выжить Включил Свет Они На Столе У нас Не Бывает Чтобы Чуть Крошку Оставил Она Ужали Они Вдруг Однажды Счезли Сейчас Появляются Когда Я увидел Однажды Тараканы Слава Богу Не У себя Дом У меня До Это Уже Все Ясно Это Не Просто Таракан Вот Это Уже Новая Популяция Их Уже Кому Не Возьмешь А Нас Возьмешь Так Стол Достаточно Толстый По Своему Свет Нет Это Тоже Не То Объяснение Света Не То Не То Пусть Фотографии Пришут Что Нам Гадать Будем Разбираться Фактически Мы Разговор Закончили Так И Надеюсь Не Только Одной Подрался Всем Подравился Вот Участников Прибывает Откуда Вы Беретесь Там Дальше Продолжать Что Что Делать Не У меня Припасено Информации На 10 20 Вебинаров На Ближайшее Так Вот На 10 20 Все Так Ну И Все Так Заканчив Семенами Пожалуйста Если Вы С С С С С С От Казались От Платных Вебинаров Но Все Было 20 30 Чех А Потом Вдогонку Еще Кто-то Оплачивал Вот Но Все Таким Это Наша Возможность Хотя Поддержать Станов С помощью Продажи Семен Давайте Тем Более Понимаете Ну Ладно 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 Смотрите Что Здесь Написано Смотрите Сюда Вот Идет 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 Все Это Вся Россия Где Бои Семена И Саженцы Железов Вот Я к чему Говорю Я дошел До сюда Четыре Фильма Снял Рассказываю Об этом Вы Представляете А Это Еще Никто Не Видел Еще Никто Не Видел Еще Никто Не Видел Вот Это Отдельная Папочка Что То Вы Видели Но Больше Сейчас Нет Это Уже Это И Что Был Самый Хост Я Показал Специально Думаю До Него Никогда Не Доберусь Последние Два Десять Фотографий Я Показал Вот Вот Это Есть Россия И Еще Я Вас Прошу Половина Еще Где-то Отчитывались Раньше Год Двумя Раньше Тремя Раньше Не Не Копила Фотографии А Сейчас Хочу Увидеть Вашу Фотографию Чтобы Доказать Что Это Глупость Дикость Что В Сибири Нельзя На юг Вернуть Теперь На запад И на юг Это Глупость Какая-то Невероятная Откуда Они у нас Взялись Если Не с юга Не с запада Даже Дальневосточные В основном Они Все равно Там С Китая Совсем Чуть Так Жду Заказы На Семечки На Косточки Куда Нажимать Вы Знаете Вот Вот Сюда И На этом До свидания Зимой Надеюсь Нас Станет Больше Большинство Теперь Смотрят Дистанционно С помощью Своих Смартфонов Ну Пока Спокойной ночи Антон Варевич Пришлите мне Ссылку И как раз Ровно Три часа Минута Минута Уложился Спокойной ночи Друзья Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова